Так, сейчас запущу презентацию. Вот. Собственно, еще раз, тема продвинутые функции телефонов Eolink. На прошлой неделе мы обсуждали базовые функции телефонов Eolink. Сейчас обсудим продвинутые возможности, которые сложны и зачастую не используются, а могли бы. И, соответственно, содержание. Это индивидуальная запись разговоров, правила замены на телефонов, блокировка клавиатуры, блокировка телефона, групповое оповещение, мультикаст, удаленная записная книга, директория LDAP, XML-браузер, PushXML, ТЛС и загрузка сертификатов, создание мелодий, создание фоновой картинки, автопровижн и мониторинг проблем. Индивидуальная запись разговора. Индивидуальная запись разговора доступна телефонам, у которых есть USB-порт и программное обеспечение поколения V81 или выше. Какие это телефоны? Это новые линейки, новые телефоны с операционной системой Android T58, A и V, это модель T48G и S, T46G и S, обновленные модели T42S и T41S. Напоминаю, что модель T42G и T41G не имеют USB-порта и, соответственно, не смогут записывать разговоры. Им этот функционал недоступен, даже при обновлении на новое программное обеспечение. Модель T29G, T27G и CP860. Как вообще происходит индивидуальная запись разговора? У меня сейчас будет два слайда с картинками с экрана телефона. В качестве примера я использовал 29-й телефон, 29G. Идем слева направо. В главном меню появился пункт записи USB. И, соответственно, после его нажатия мы попадаем, можем выбрать уже сохраненные записи, уже записанные, или просто свойства USB-носителя посмотреть, как информация о флешке. Сколько памяти свободно, сколько всего, сколько еще времени мы сможем записывать разговоры. Ну, собственно, внизу слева скриншот из свойств USB-носителя. Сохраненные записи стоят из названия, время, когда происходил разговор, внутренний номер сотрудника, ну, его колер-ID. Все разговоры записываются в формате WAV. Вы потом можете флешку USB-носителя вытащить и на USB, на компьютере вы его воспроизвести. Либо с самого телефона вы можете воспроизвести. Вы там можете перематывать, на паузу ставить. Вот. Далее. Как вы записываете это во время разговора, как это происходит? То есть во время разговора есть кнопка старт, как вы видите на левом верхнем картинке. После нажатия на кнопки старт пойдет отсчет времени, сверху в статусном окне видно, и появятся новые кнопки стоп и пауза. Нажав на паузу, запись прекратится, но потом вы его сможете продолжить. При нажатии на кнопки стоп запись прекратится, появится надпись «Разговор успешно записан», и вы его сможете найти в разделе «Запись USB», «Записанные разговоры». Далее. Правила замены. Вообще данное правило может быть настроено не на АТС, но если у вас провайдер не позволяет данной замены делать на стороне личного кабинета, либо на стороне самой станции, то в любом случае вы правила замены можете настроить и на стороне телефонного аппарата. У вас доступны их 10 штук. Ну и возьмем в качестве примера ситуацию, когда ваш провайдер телефонии требует, чтобы вы звонили через семерку, к примеру, 7495-926-2644, а сотрудникам либо тяжело, либо уже привыкли через восьмерку звонить. И чтобы не переучивать их, чтобы они не задумывались, вы можете на строках в интерфейсе эти правила замены написать. То есть как это выглядит. В поле «Префикс» мы указываем код города и префикс. Это 8495, дальше открываем скобки и ставим 7x. Что это обозначает? Что x — это любое значение, а в скобках это то, что у нас не будет изменяться. То есть по факту это имеется в виду, что вы набираете 8495 и любые цифры оставшиеся. В поле «Заменить», что мы прописываем. Прописываем то, что мы хотим, что в итоге будет отправляться это 7495. Знак доллара показывает, что какую скобку вставлять, и цифра 1 — это значит, что скобка будет первая. Так как у нас в префексе всего одна скобка, то она и подставится. То есть в итоге мы получим 7495 и 7x, то есть любой семизначный оставшийся номер. Ну и к какому аккаунту это присваивают. Понимаете, что у нас есть телефоны, у которых 1, 2, 6, 16 SIP-аккаунтов разных бывает. То есть для каждого аккаунта можно свое правило назначать. Блокировка. Блокировка квалиатуры предназначена для защиты телефона в момент отсутствия своего работника. Задача стоит в том, чтобы до ваших контактов, до ваших клиентов не мог либо другой менеджер получить доступ, либо, не знаю, у вас там проходная, проходная, и чтобы там блоумышленник или кто-то из сотрудников не воспользовался вашим телефоном. Есть несколько типов блокировки. Это заблокировать вообще все кнопки, и доступен будет набор только экстренных номеров, ну там 112, к примеру. Функциональные кнопки нельзя будет переводить, включать ДНД, но звонить при этом можно. И кнопка меню. То есть все кнопки функциональные, там, трансферы, мьют, будут работать, но нельзя будет зайти в кнопку меню. Настройка осуществляется через веб-интерфейс. По настройке это блокировка квалиатуры, более это включить-выключить саму блокировку. Тип блокировки выбирается как раз, как заблокировать. Сдается пароль до 15 символов. Тайм-аут блокировки через сколько времени блокировка автоматически включится после последнего действия с телефонным аппаратом. Ну и соответственно сдается экстренный номера через запятую. Если у вас стоит тайм-аут 0, это и обозначает, что никогда блокировка не включится. По факту это знак бесконечности. Круповое оповещение. Очень удобный функционал, который реализуется средствами АТС. Предназначен для проведения оповещения средствами АТС внутри компании. К примеру, руководитель или секретарь должен всех оповестить о изменении рабочего времени. Ну, к примеру, что там 4 часа дня все будут быть свободны. Нежели всех собирать, ходить и рассказывать это физически, там, лицо в лицо. Можно, к примеру, задать какой-то внутренний номер. Рассмотрим пример с средствами АТС Ястар. То есть создается на стороне Ястар оповещение, внутренний номер оповещения, где выбираются какие внутренние номера при звонке на номер оповещения будут обзвониваться. То есть руководитель или секретарь звонят на номер оповещения, на выбранные телефоны автоматически поднимается трубка, автоматически они принимают вызов, и они на громкой связи слушают уведомления о том, что, к примеру, все свободны, ну, еще 4 часа дня, или наоборот, всем надо задержаться. Это, опять повторяется, что реализуется средствами АТС. Мультикаст. Если, точнее, этот же функционал дублирует групповое оповещение. В отличие от групповых оповещений, мультикаст, он не требует наличия АТС, или поддержки группового оповещения на стороне АТС. То есть телефон прослушивает указанный ему IP-адрес с портом. Если на этом IP-адресе начнется какая-то трансляция голосового трафика, то он автоматически поднимает трубку, и на громкой связи начинает транслировать то, что передается. Это решение подходит тем, кому данный АТС, ну, АТС его не поддерживает групповое оповещение. В качестве примера я вот указал IP-адрес 224, 5, 6, 20, с портом 1008. Диапазон настраиваемых IP-адресов указан чуть ниже. Дальше у меня на слайде есть пример настройки с веб-интерфейса телефона. То есть настраивается в разделе Multicast, в разделе Multicast настраивается, какие адреса с портами прослушивать с приоритетом. А в разделе Paid and List это как раз-ки наоборот настраивается адрес портон, на который телефон начнет трансляцию. То есть настраивается DSS-кнопка на, к примеру, адрес под номером 1. При нажатии на эти кнопки, и если все остальные телефоны будут прослушивать вот этот адрес портон, то у них даже при наличии активного разговора поднимается трубка, принимается вызов и начнется трансляция голосового трафика. Своего рода группового поищения только уже средствами самого телефонного аппарата. Ну и локальной сети. Удаленная записная книга. Удаленная записная книга – это инструмент для централизованного хранения контактов. Сама записная книга в единственном экземпляре хранится на сервере. И все телефоны вашей сети обращаются по адресу за ней с определенной периодичностью. То есть нет необходимости каждому телефону через веб-интерфейс загружать локальную книгу. Это очень удобно, когда у вас порядка 100 и более контактов телефонов. То есть 100 телефонов загрузить локальную книгу – это достаточно муторная и трудоемкая задача. Есть ограничения по емкостью в удаленной записной книге – это 5000 контактов. И записной книг может быть несколько, 5 штук. Но от количества записных книг общее количество контактов не меняется. То есть вы можете 5 удаленных книг по 1000 контактов. И общее количество контактов не должно превышать 5000. Есть специальная программа. Она у нас есть такая, точнее шаблон или утилита для создания записных книг. Шаблон файла мы вам можем предоставить в случае неработы утилиты. Здесь ссылка на скачивание утилиты. И ниже представлен скриншот из нее. То есть вы задаете имя, офисный телефон, мобильный телефон, либо другой телефон. Когда все заполнили, нажимаете кнопку Create Remote – это создать удаленную книгу. Либо Create Local Facebook – создать локальную книгу. Форматы у них разные. И вы не можете, к примеру, создав удаленную книгу, попытаться погрузить ее как удаленную. У вас ничего не получится. Отдел Department – это… Точнее, раздел Department – по факту переводится как отдел. То есть вы можете сказать, что под именем теста 1 будет отдел менеджера. Или там технический отдел. И вы здесь прописываете название отдела. LDAP. Книга LDAP является более сложным, наверное, и крутым по возможности, нежели удаленная записная книга. LDAP – это протокол прикладного уровня для доступа к службе каталогов, использующих TCP IP и позволяющих производить операцию от идентификации поиска и сравнения. Телефоны поддерживают LDAP версии 2 и 3 и совместимы с Active Directory Microsoft. Что мы можем… Какие преимущества нам дает записная книга LDAP? Во-первых, у многих больших компаний есть Active Directory, где хранится вся информация пользователя, в частности телефон внутренний и его колер-айд, так скажем, имя Иван Иванов, Икушин Юрий, как вариант. Нет необходимости создавать какой-то… выделять сервер под это, создавать записную книгу, сидеть ее и редактировать. в случае, когда приходит новый пользователь, новый сотрудник. Вот. Поэтому телефон сразу ищет в источнике, неограниченное количество контактов, потому что они… телефон каждый раз при наборе какого-то номера только в этот момент времени обращается к адапсированию на поиск соответствия. телефон не хранит физически эти контакты в своей внутренней памяти. Ну и все данные хранятся в одном месте, еще раз повторюсь. Вам не надо будет инженеру, системному администратору лезть куда-то на сервер, искать эту удаленную записную книгу и редактировать каждый раз при изменении… при появлении нового сотрудника. Просто дается учетная запись в Active Directory, и телефон ее сразу автоматически применяет на ход. Какие настройки доступны на веб-интерфейсе телефона? Это вот скриншот. С экрана телефон, то есть включается-выключается записная книга LDAP в самом верху. После ее включения вы сможете ее увидеть и в разделе контакта на веб-интерфейсе телефона. Если она выключена, то вам телефон не будет показывать, что она есть. LDAP-ным фильтр – это критерий для поиска по имени, намбер-фильтр – это поиск по номеру, режим работы TLS, если у вас шифрованное соединение по LDAP, сервер-адрес для IP-адрес для домена и имя LDAP-сервера, далее сдается порт, если у вас отличный стандартный 3.8.9, вы можете это указать. Далее идет настройка поисковой базы, настройка имя пользователя для привязывания, пароль для аутентификации на сервере, количество результатов принимаемых телефонов, атрибуты идут по имени, по номеру, по отображаемому имени, какой тип протокола использовать – 2 или 3, по умолчанию стоит – 3. Далее выставляется включить или выключить отображение совпадения в приходящем вызове, чтобы в приходящем вызове телефон искал совпадения в директории LDAP. Искать совпадения при наборе номера и включить, выключить сортировку результатов поиска. XML-браузер. XML-браузер очень, так скажем, мощный функционал для телефона, позволяет отображать меню текста изображения по запросам, задавать вопросы и ожидать вводов. Работает по принципу запрос-ответ. Позволяет работать с справочниками, обеспечивает глубокую интеграцию с программным обеспечением полуцентров, дополнительная авторизация пользователей, система почвы, помощи и подсказок. И при помощи него можно настраивать, применять какие-то настройки на телефонном аппарате. Да, также возможности зависят от модели телефона и версии ПО. Ярин, компания Ярин постоянно обновляет свои телефоны, не только на программном уровне, но и модели. Типичный пример, что сейчас линейка Т4 меняется на модель Т4С. Выходом нового ПО будет выходить и более новый функционал. Ну и часто также у вас на телефоне, у которого есть цветной экран. Некоторые функции не будут доступны на более бюджетных вариантах с черным-белым экраном, монохромным. Как может работать XML-браузер? В принципе, первый вариант — это инициирование с телефона нажатием соответствующей DSS-клавиши. То есть DSS-клавиша настраивается на правку запроса. Инициирование с сервера PUSH XML, когда запрос прилетает не от телефона, Apple, телефон получает его со стороны сервера. И инициирование с XML-сип на DeFi. Опять же, этот запрос поступает от сервера, только уже по протоколу SIP. Вот как это схематично выглядит. Если рассматривать первый вариант, когда телефон посылает запрос на сервер. То есть отправляет телефон HTTP или в HTTPS get запрос и уже получает на него 200 окей с текстовой информацией внутри. На веб-интерфейсе телефона есть возможность настройки, принятия либо отклонения этих запросов от сервера, с какого IP-адреса сервера можно принимать, либо с любых можно принимать, разрешить прием SIP на DeFi сообщений. Это все находится в разделе функций контроль подключений. Доступ на веб-интерфейс. В качестве примера указан скриншот SIP на DeFi от телефона на нажатии кнопки «Окей». Там внизу есть ури запрос, где написано «Окей», двоеточие «Окей». Нажатие кнопки «Окей», чтобы зайти в статус телефона. Вот этот функционал для XML-браузера, о нем можно говорить много, он очень сложен, функционал у него богатый. Я сейчас вам рассказал общую информацию о нем, более подробно, с примерами. Есть описан данный функционал, вы разделили, не разделили, в инструкции «Administration Guide». Он доступен на нашем сайте, на сайте производителя, он на английском языке. Но в случае необходимости вы можете обратиться к нам за помощью в техническую поддержку. Мы вместе с вами проработаем вашу задачу, которую хотите решить. И можно ли ее решить средствами этого функционала. Дальше у нас идет Action Re, Action URL. Это мониторинг действия телефона и статус подключения к серверу. Action URL и Action Re позволяют и управлять телефоном, и просматривать его состояние. Обычно это используется при интеграции телефона с компьютерным программным обеспечением для колл-центра. По данным способам работает софон 3CX с телефоном-аппаратом. Наверное, многим известно, что у компании 3CX есть софон свой, который может привязываться к настольному телефону, и принимая вызов на софоне 3CX, вы принимаете вызов его на телефонном аппарате. Так вот, софон 3CX работает по технологии Action Re и Action URL. Это возможность, как раз телефон посылает в сторону сервера специальные команды, предварительно настроенные, о своем состоянии. Это может быть ошибка регистрации, при снятии трубки, трубка положена. То есть телефон посылает HTTP команды в сторону сервера. Здесь в качестве примера показывается, что при положении трубки посылается вот такая вот команда в сторону сервера с подписью MAC-адреса телефона. И ниже видно, что вот request.ru и телефон присылает свой MAC-адрес. На самом деле количество сообщений там огромное количество. Это исходящий вызов, исходящий вызов. перевод вызова. Все это может отправляться на систему программного обеспечения на телефоне, на компьютере для его отображения. для проверки статуса абонента. В свою очередь текст-нури на работе с точностью данного оборота. Это набор команд, которые прописываются либо в адресной строке браузера, на управление телефонным аппаратом. К примеру, если вы... Вам надо на телефоне нажать кнопку ОК удаленно. Вы прописываете запрос HTTP 2.2.0. IP-адрес телефонного аппарата и дальше команду ОК равно ОК. При получении данного запроса телефон на экране телефона выведет вам... зайдет в раздел статус. Если требуется совершить исходящий звонок удаленно, то прописывается, опять же, такой адрес телефона, команда, номер вызываем, на который нужно набрать, из какого аккаунта надо совершить вызов. Набор этих команд и форма их есть также в инструкции Administration Guide. ТЛС. Все телефоны Ялинк, настольные, ДЕКТ, конференц-телефоны, видеотелефоны поддерживают протокол ТЛС. Протокол ТЛС – это криптографический протокол, обеспечивающий защищенную передачу данных между узлами сети интернет. Протокол ТЛС регистрирует только сигнальные сообщения, SIP, и не шифрует голосовой трафик. И для корректной работы телефона по протоколу ТЛС генерируются сертификаты. Их обычно две штуки – это доверенный сертификат и серверный сертификат. Также эти сертификаты не только на телефон загружаются, но и на АТС. И по этим сертификатам телефонные станции уже договариваются и шифруют, и расшифровывают трафик, который передает друг другу. ТЛС обычно используется только в том случае, если у вас телефон находится в другом офисе, ну, удаленно, не в локальности в месте АТС, и требуется обеспечить его безопасность соединения между станцией и телефоном-аппаратом, чтобы никто не смог вычислить ваш внутренний номер, адрес АТС. Как это выглядит на экране телефона, слева раздел «Доверенные сертификаты», их можно до 10 штук загрузить. И также они все загружаются с веб-антерфейса телефона и серверные сертификаты. У нас есть инструкция на русском языке, на примере станции Ястар, как объединить станцию Ястар и перейти телефон Ялинг по протоколу ТЛС. По запросу мы ее можем выслать, но в общем доступе, по-моему, ее нету на нашем сайте, но могу ошибаться. В любом случае по запросу, конечно же, мы вам ее улучшим. Создание мелодий. Телефоны Ялинг, во-первых, работают с музыкой в формате WAV, MP3 они не поддерживают. Далее частота дискретизации 8 кГц, битность у музыкального файла должна быть 16 бит, канал моно 15 кБит в секунду, и формат файла WAV должен быть MU-LOW 8 бит. Такие жесткие требования к файлу, и есть еще требования по размеру файла, в зависимости от модели телефона. У больших моделей, от 27 до 58 моделей, можно загружать аудиофайлы размером до 8 мегабайт. То более младшие модели, более бюджетные, T19, CP860, T42, T41 по EG, можно не более 10 кБит. То есть, на короткую музыку достаточно где-то секунд 10 аудиофайлов записывать. Также у нас есть инструкция, как это делать на примере программы Adobe Audition. На русском языке мы сами создавали, по запросу мы ее можем выслать. Если, к примеру, у вас по какой-то причине не получилось создать свою мелодию, то вы можете обратиться в техническую поддержку, мы попробуем вам помочь. Дальше. Сознание фоновой картинки. С фоновой картинкой есть также свои ограничения для телефонов аппаратов. Во-первых, для черно-белых телефонов, у которых на хромный дисплей, формат изображения должен быть точка доп. Ни JPEG, ни PNG, ни BNP телефоны не поддерживают. Именно точка доп. И есть разрешение экрана, ну, как бы есть разрешение, требуемое разрешение к картинке, есть специальная программа, есть специальная утилита для создания картинки .dob. Я на следующем слайде это расскажу. Модели телефонов с цветным экраном, формат картинки, то есть там уже не как фоновая картинка называется, как обои, вы туда можете загружать картинки формата JPEG, BNG, BNP, JPEG, уже, так скажем, нормальные картинки, самые обычные. Произрешение до T48 модели это до 2 мегапикселей, T46, T29 это до 1,8 мегапикселей, и размер файла не должен превышать 5 мегабайт. Вот. Далее насчет как раз как создается фоновая картинка для телефонов с монохромным экраном. То есть выбирается картинка, открывается она графическим редактором, как там Paint или Photoshop, выделяется необходимая область изображения, согласно рекомендациям по размеру, то есть это студент 2 на 64, две модели это 42, согласно этим требуемым разрешениям. Затем выделенная картинка, выделенная область сохраняется в формате BNP, открывается программа Picture EX Demo, опять же мы ее можем выслать, там есть инструкция, добавляем в эту программу созданную нами картинку и нажимаем кнопку Convert. У нас создается картинка в формате doc.doc. И все, далее вы ее просто загружаете через веб-эктерфейс в разделе функции основные параметры. То есть сложности возникнуть у вас не должно. Автопровизион. Многие, наверное, сталкивались, что это такое, зачем это надо, что нам дает функция автопровизион. Во-первых, это массовая настройка телефонных аппаратов, когда у вас 10 телефонов, еще, в принципе, можно... Прошу прощения. Непрофессионально. Что нам дает автопровизион? Массовая настройка телефонов, когда у вас телефонов есть, их еще можно настроить вручную через веб-эктерфейс, когда их 100 и более, то настраивать их через веб-эктерфейс, особенно если каждый раз добавляются новые телефоны, новые места, то это не очень удобно. Занимает очень много времени. Это... Как разки, plug-and-play поставил и настроил. То есть... К быстрой настройке телефонов и аппаратов даже не надо заходить на его веб-эктерфейс. Телефоны могут настроиться все сами. при наличии, при скачивании соответствующего файла. И все настройки телефона можно сдать через автопровизион. То есть абсолютно все настройки, которые вы видите на веб-эктерфейсе телефона, их можно задать через конфигурационные файлы автопровизион. Запрыженные... Телефоны... Все телефоны, любая модель телефона, запрашивает два файла. Это файл с названием Y, много нулей и .cfg. Этот файл содержит общие настройки телефонов. К примеру, там, путь для книги, для удаленной записной книги, или настройка часовых поясов, настройка, правил замены, что еще может быть? LDAP, записная книга. То есть все эти настройки, которые будут массово... Офиси телефона будут иметь они и те же настройки, они хранятся в файле Y.0. Каждая модель телефона будет запрашивать свой файл. То есть, к примеру, если у вас стоит в офисе 10 штук моделей T21E2, все эти 10 штук будут запрашивать один и тот же файл с названием Y.0.0.52.cfg, если мне память не изменяет, есть название файлов, потом на следующем слайде будут они. Также, помимо общего конфигурационного файла, они запрашивают и личный конфигурационный файл, который в названии имеет MAC, то есть скрывается MAC-адрес телефона, .csfg. Этот файл хранит личные настройки каждого телефона. Это настройки аккаунта, настройки DSS кнопок, то есть это личные настройки для каждого телефонного аппарата. Какие серверы можно использовать при автопровижении? Это TFTP, FTP, HTTP и защищенный HTTPS. Вот показанные названия всех текущих телефонных аппаратов и соответствующие общие конфигурационные файлы для этих телефонов. Возьмем в качестве примера модель T48G. Для нее общий конфигурационный файл имеет на конце цифры 35.cfg. Если у вас в офисе стоит 20 телефонов T48G, на этих телефонах нужно изменить адрес удаленной записанной книги, вы находите на вашем сервере этот файл, изменяете адрес удаленной почты, в этом файле сохраняете этот файл, телефоны все эти 20 штук повторно обратятся на этот файл с названием 35.cfg и применятся в настройки, которые там прописаны. То есть нет необходимости на эти 20 штук телефонов заходить и настраивать, менять адрес. Зашли настройки, открыли файл, изменили настройки, телефоны скачали, все радуются, все быстро сделали. Телефоны могут обновляться через определенный период ремни, либо, к примеру, при включении, телефон также может, при включении телефон также опрашивает эти два файла, личный и общий конфигурационный файл, если он сумеет их найти, если его переадресуют по опциям 66 и 43 DHCP сервер, там, где хранятся конфигурационные файлы, то он сразу же и применит в настройке. Это удобно, когда сервер-администратор получает задание о том, что вот нам надо готовить новое рабочее место сотруднику, он создает на сервере личный конфигурационный файл для этого телефона с настройками аккаунта, кладет их на сервер, по 66 или 43 опции указывает путь на DHCP сервер, куда ему обратиться, где лежат эти файлы. При включении телефона в сеть он опрашивает DHCP сервер на получение IP-адреса и также опрашивает, где лежат для него конфигурационные файлы. обращается за этими конфигурационными файлами, скачивает их и применяет настройки, то есть настройки аккаунта, какие-то общие настройки записанных, там, записанную книгу в частности. И получается все. Системный администратор не заходил в настройки телефона, на VWO, в интерфейсе его не настраивал, телефон сам автоматически все приквозил. клиент сразу же включает настроенный телефон просто при включении в сеть. Траблшутинг. Здесь мы решили показать проблемы, с которыми могут столкнуться, и пользователям как их анализировать, и как правильно записывать логи с телефонного аппарата. К примеру, проблема разная, телефон не может зарегистрироваться по учетным записям, по настройкам, которые мы там предоставили, либо проблема с голосом. Звонок осуществляется, но либо вы не слышите, либо вас не слышат. Так вот, все эти проблемы помогают проанализировать файл Pickup Trace. Он находится на веб-интерфейсе, в разделе настройки конфигурации. Там у вас будет написано Pickup Trace, и будет три кнопки старт, стоп и экспорт. Вы нажимаете старт, повторяете проблему, если проблема с голосом, то совершаете звонок, поговорили секунд пять, никто там, вы не слышите, вас не слышат, положили трубку, нажали кнопку стоп и экспорт. Получившийся файл вместе с проблемой вы обращаетесь в службу технической поддержки. Если, к примеру, не удается проблема с регистрацией, то вы нажимаете кнопку старт, включаете аккаунт, он пытается зарегистрироваться, телефон пытается зарегистрироваться по этому аккаунту, видите сообщение, ошибка регистрации, нажимаете стоп, экспорт, и опять с описанием проблемы, обращайтесь в службу технической поддержки вместе с этим файлом. Дальше. Трубке пропал звук при звонке на любой номер. Это может быть как программная ошибка, в частности, какие-то некорректные настройки на телефоне, которые... Либо это может быть физическая неисправность. И если первый вариант программы, то мы это увидим в файле пикап-трейс, который мы рассмотрели на предыдущем слайде. Если это не программная ошибка, а оптическая, то как нам ее проанализировать? По факту у вас с созвуком может быть три момента, три устройства, которые могут влиять. Первая – это трубка, вторая – это шнурок РЖ-9, и третья – это неисправим порт на телефоне. Так вот, какие наши действия? Проверить, хорошо ли подключен калибр РЖ-9, не отошел ли он? Если с кабелем все нормально, то делаем следующее. Надо взять трубку заведомо работающего телефона у сотрудника за соседним столом. Если новая трубка работает нормально на телефоне, где была замечена проблема, значит, у нас проблема явно в трубке. вышел из строя микрофон или динамик с самой трубки. И, соответственно, дальше уже обратиться в сервисный центр по управлению. И можно приписать как раз то, что вы выяснили это дело в трубке либо в телефоне. Просто если вы, в противном случае, если вы так, с помощью такой диагностики вы экономите свое рабочее время. Потому что вы можете отправить во-первых, этот телефон в полном комплекте в сервисный центр и ваш телефон не будет в рабочем состоянии. Точнее, у вас вообще не будет этого телефона в рабочем месте. И пока там сервисный центр будет его диагностировать, это занимает очень много времени. Тем более, если у вас на трубке блок питания лазер составляется гарантия всего не 18 месяцев, а 6 месяцев. Это прописано в гарантийном талоне. И возможно, вам будет проще и быстрее купить гиллера новую трубку, нежели ждать ответа от сервисного центра. Вы экономите свое время. Время и сотрудников. Если, например, на экране телефона надпись «Сеть недоступна». Во-первых, надо проверить выключен ли кабель RG45 в интернет-порт телефона, проверить выключен ли кабель Ethernet в коммутатор и проверить, есть ли свободные адреса в DHCP пули сервера. Если все эти три условия проверены и выполнены и нет никаких как бы в этом проблем нету, все подключено корректно, DHCP имеют свободные IP-адреса, то с вероятностью 90%, 99% что-то неисправность телефонного аппарата и надо обратиться в сервисный центр. Можете еще попробовать поменять Эзэжнет-кабель. Собственно, мы рассмотрели все темы, которые анонсировали. Если у вас есть вопросы, давайте их обсудим. Может быть, что-то вам более подробно надо рассказать, пишите в чате. Если есть какие-то замечания, тоже пишите. В общем, я сейчас жду от вас сообщений в чате. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Вот пишет Олег. Хотелось бы рассмотреть ситуацию применения экшен-авриал. Например, поступил звонок на социальный телефон, а сотрудник не офис. Можно ли с помощью данной функции отправить сообщение о входящем звонке в чат, например, Telegram? Можно ли с помощью данной функции отправить сообщение? Ну, смотрите, это не проблема на стороне телефона. Телефон, то, что ему отправите, то, что вы ему пропишите, то он отправит. Но обычно это он отправляет эти сообщения в программу, которая собирает статистику с телефонных аппаратов. Телефон отправит, потому что он у него пропустил вызов в эту программу по статистике. И потом уже задача этой программы отправить сотруднику в Telegram о том, что у него вызов пропущен. Это не задача телефона. То есть я вам сейчас могу сделать демонстрацию рабочего стола с веб-интерфейсом телефона, потому что полный список команд, которые он поддерживает. Сейчас, секундочку. Я подготовлю. Тем более, как у вас Telegram сможет принять HTTP-запрос? Это программа, вам нужна программа, которая позволит это все проинтегрировать в Telegram. совершенно верно. Можно использовать свой сервер обработчик. То есть сервер обработчик получит информацию от телефона, что был пропущен вызов, и даже сервер обработчик должен это обращение переадресовать в сторону Telegram. Вот рабочий столб. Вот список всех команд, которые поддерживают телефоны. диалинк, пропажа регистрации, входящий и исходящий вызов, включение функции DND, чтобы видеть, если сотрудник не хочет работать, не принимает звонки. Трансфер вызова, есть пропущенный вызов. какую команду вы здесь пропишете, MAC-адрес телефона, его, грубо говоря, отображаемое имя, то он перешлет на ваш сервер обработчик, сервер обработки данных. список этих команд общий для всех телефонных аппаратов, но может зависеть и отличаться от версии программного обеспечения на телефонном аппарате. примеру, в Lain B81 их больше, нежели в 80 или в 73. Данный функционал, возможности данного функционала они постепенно увеличиваются. может быть, еще у кого-то есть вопросы. Да, совершенно верно. Олег спрашивает, вы говорили, что 3SIG с телефоном может работать именно с телефоном, по одной видимо имеется ввиду, что телефон и софон работают под одной сип-учетной запись. Да, совершенно верно, так это работает. То есть софон синхронизируется с телефоном Ялинг на рабочем столе и по факту те действия, которые вы делаете на софоне, они дублируются на телефоне. Вы, к примеру, в софон можете набрать номер, ну там, например, внутренний номер сотрудника. все-таки удобнее работать с клавиатурой, как бы это человек, система 3SIG она зачастую используется в полцентрах, вот, и человек работает за компьютером с клавиатурой, набирает новый номер внутреннего сотрудника, городской номер, нажимает кнопку позвонить. Так вот, у вас вызов сначала приходит на телефонный аппарат Ялинг, он принимает, и в этот момент после поднятия трубки у вас идет сходящий вызов в сторону конечного номера. Программа работает через Action.ru и Action.ru запрос. Как раз таки там по каждую функцию прописывается команда Action.ru Они формата вот формата как совершить исходящий звонок. То есть прописывается на какой номер звонить и с какой учетной записи. Просто у них это сделано бесшовно. Они очень много над этим работали, но по факту да, все это основывается на сообщении Action.ru с точки да. Есть бесплатная программа, по-моему, называется она Zally. Потому что она бесплатная, она более как сказать более простая в этом использовании. Там как раз прописывается для каждой для каждого действия, какую ссылку формировать и куда ее отправлять. В частности, вот эти скриншоты с экрана телефона, которые я использовал в этой презентации, я использовал сообщение как раз Action.ru там специальное сообщение для снятия скриншота с экрана телефона. Вот. У меня сразу же веб-андерфейс показывал картинку, я ее создавал и добавлял. Не создавал, точнее, сохранял, добавлял в текущую презентацию. Продолжение следует... можно подробнее посмотреть запрос Action.ru о том, что трубка полонена. Опять, в Instruction Administration Guide есть список команд, там не только mac равно $mac можно прописать, не только передавать информацию об макадаре с телефона, там есть список того, что телефон может картовать в сторону сервера для сборки информации. просто это решение сделано на софоне 3CX. разработчики 3CX совместно с E-Link добились данного функционала и дешевности, и удобства в этом пользования при 1CX.ru 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 3CX.ru Мой коллега подсказывает, что это можно сделать на АТС серии S. Продолжение следует... Если у вас есть вопросы или появятся вопросы, то пишите на почту технической поддержки, либо звоните нам по телефону. Всего вам доброго и счастливого пользования телефонов Ялинка вашей компании.